Смотрите, как еще темно, еще даже не было рассвета. А я уже вышла из дома, встала где-то в 5.40, вышла из дома и теперь бегу в метро, час езды до железнодорожной станции и потом в Тегу. Я вообще, конечно, не понимаю, как это произошло, мы что-то сонные такие были и по идее мы должны были вылезти на станции, выйти на станции Тегу. Но так получилось, что мы пропустили эту станцию, прикиньте, уехали в другой город, еще дальше, на юг, в город Ульсан. Теперь мы обратно приобрели новые билеты и едем в город Похан, куда мы изначально и собирались из Тегу поехать вместе с друзьями. Наши друзья нас уже там встретят. Не знаю, в общем, мне показалось или нет, но люди тут намного проще. Мне даже больше нравятся тут люди, чем в Сеуле, если честно. Почему? Потому что, я не знаю, все какие-то такие, какие-то теплые, гостеприимные. Сразу они нас смотрят и видят, видимо, что иностранцы. И как-то меняется, по-моему, выражение лица на боли какое-то теплое, что ли. Не знаю, или мне показалось, особенно там вот консультанции на вокзальной станции. Потому что они нам все очень классно помогли. В общем, мы тут по дороге нашли какой-то красивый ресторан. Сейчас пойдем обедать. Наконец встретились с друзьями, нашли друг друга. Продолжение следует... Мы приехали в такую красивую кафешку, я ее нашла в инстаграме, поэтому, говорю, поехали сюда, здесь ротико красиво, выглядит как колизей. Тут, в общем, очень много народу, поэтому не могут даже толком снимать. Я вот заказала клубничный латте, мне вот так выдали, я не вижу, правда, латте, сейчас посмотрим. Если честно, немного расчарована в этой кафешке, во-первых, дорого, во-вторых, латте, они говорят, в клубничный латте не входит кофе. Не понимаю, зачем тогда его вообще назвали латте, вот, и плюс, почему-то в этом здании нет отопления, капец-ка холодно, мы все в куртках сидим, прям не можем даже сдвинуться. В общем, по всей территории кафе, смотрите, бегают собачки, бегают вон кошки, смотрите, красота. Вам не нравится вот эта вот дружелюбность корейских кафе. В общем, ребята, смотрите, тут как красиво, мы ходим, фотаемся, это вообще свадебный зал, но здесь еще есть и кафе, вот, поэтому здесь вот так вот красиво. Вот, мы с девочками ходим, фотаемся. Мы, наконец, приехали в то место, которое я больше всего хотела посетить. В общем, в Пухане, наверное, дарамщики знают, снималась дарама Приморская древняя Ча-Ча-Ча. В общем, Приморская древняя Ча-Ча-Ча это одна из моих самых любимых дарам. Я вообще ужасно хотела посетить Пухан вот после этой дарамы, потому что именно здесь она снималась. И сейчас мы, в общем, приехали в парк, где находится лодка, лодка Хомпанджана. Хомпанджана, в общем, главный герой дарамы. Вот, давно хотела посетить это место, сейчас посмотрим. В общем, оказывается, эта лодка, она находится в парке на вершине горы. И вот мы должны сначала сейчас добраться до вершины. Вот, смотрите, тут даже знак. Место съемок Приморской деревни Ча-Ча-Ча. У меня уже... Я уже задыхаюсь, как вы знаете, не спортивный человек. Ну ладно, ради дарамы я поднимусь. Очень красиво. Красота. Какое небо, посмотрите, красивое. Оказывается, этот парк, он просто огромный, представляете? Смотрите. Мы дошли до корабля, до вершины. Смотрите, сколько там людей, капец. Не получится, походу, нормально сфотографироваться. И, ребята, смотрите. Всех местах съемок и дарамы. Хочется все посетить, но, увы, мы здесь всего лишь на один день, и все не успеем. Короче, невозможно, мы все сфотографируемся нормально. Вот, вот этот вот корабль прямо на вершине стоит, где вот происходили очень-таки классные сцены и сфотографии. И вот, смотрите, открывается какое шикарное сфотографирование. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот там принесли курс. Три вида с чесноком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обещав учится на суток в домашм домашнего сезона. Лук, ён..." Окей! представляете это все бег приготовил не ну представляете нас угощают даже тортиком бег своими руками сделал тортик мы и бы так научиться готовить мы пришли в парк парк тайсон это бесплатный парк тут еще есть зоопарк решили погулять перед тем как вернуться в силу тоже смотрите всякие запуски рамен кофе корейские хот-доги слэши сладкая вата видно что многие семьями пришли сюда погулять смотрите просто сидят и наслаждаются видом природой свежим воздухом в общем мы приехали на улицу тегу тира моя подруга говорит что это что-то вроде сеульского хонде то есть такого района для молодых людей где можно пошопиться повеселиться и так далее пришли сюда покушать говорят здесь и какой-то знаменитый ресторан сейчас посмотрим мне он очень напоминает мюнгдон кстати говоря в тайгу высоких парней много и они симпатичные еще тут мальчики в тайгу красивее чем в Сеуле вот опять ребята посмотрите ну вот кто знает что в таких переулках знаменитые какие-то кафешки рестораны просто смотрите как темно мы в общем оставили свои имена в меню и тут очень большая очередь постоим ждем смотрите это просто я не знаю вот корея вот популярных кафе везде так нужно долго-долго ждать по полчаса-часа мы наконец-таки сели после такого долгого ждания это называется тендон тут жареные креветки и жареные овощи и рис плюс вот здесь вот такого супчик что дальше здесь крючки для масок Субтитры сделал DimaTorzok